В этом видео я хочу рассказать вам о знаменитостях, которые уже ушли из жизни. Возможно, вы об этом не знали. Российский актер театра и кино Виталий Ольшанский скончался 4 февраля 2021 года. Свою роль он сыграл в сериале 2000 года «Ростов. Папа». За 21 год карьеры Виталий Ольшанский снялся более чем в 100 фильмах. В основном он играл небольшие роли в сериалах. Многие работы актера в кино запомнились зрителям. Виталия Ольшанского можно увидеть в фильмах «Бригада», «Игра мимо нот», «Путейцы», «Новый год отменяется», «Доярка из Хацапетовки», «Иванова-Ивановы» и в других. Причина смерти актера так и осталась невыясненной. В качестве вероятной причины была названа сердечная недостаточность. Виталию Ольшанскому было 52 года. Он покоится на Прокшинском кладбище в Москве. 25 января 2018 года свой земной путь завершила советская и российская певица, актриса театра и кино Людмила Сенчина. Она была одной из самых известных эстрадных певиц Советского Союза, конца 70-х, начала 80-х годов. Людмила Сенчина – исполнительница популярных песен «Золушка», «Лесной олень», «По камушкам», «Любовь и разлука», «Полевые цветы», «Аист на крыше» и других. Ее называли «Петербургским соловьем» за необычный хрустальный голос и «Золушка» советской эстрады в честь песни, которая принесла ей всенародную славу. Последние полтора года жизни Людмила Сенчина боролась с онкологическим заболеванием. О ее болезни знали только самые близкие люди. Несмотря на тяжелый недуг, певица продолжала работать. Певица и актриса умерла на 68-м году жизни. Людмила Сенчина покоится на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. 18 октября 2009 года не стала российского актера Василия Лыкшина. За свою непродолжительную жизнь он снялся в семи кинолентах. В четырех из них «Ангел на обочине», «Громовы», «Громовый дом надежды» и «Дом на озерной» он сыграл главные роли. Впрочем, этот актер хорошо запомнился зрителям и по второстепенным ролям в фильмах «Ранетки», «Почтальон» и «Сволочи». Василий Лыкшин ушел из жизни в 22 года. Причиной смерти актера стала сердечно-сосудистая недостаточность. Василий Лыкшин покоится в поселке «Горки-2» Одинцовского района Московской области. 29 августа 2019 года из жизни ушел актер Александр Числов. Зрителям он был известен по исполнению небольших комических ролей, которых в его фильмографии более 250. Первую роль в кино Александр Числов сыграл в 1989 году. Его роли в фильмах были маленькими, но иногда сыгранные им персонажи запоминались больше, чем ведущие герои. Широкой аудитории Александр Числов запомнился по фильмам «Не родись красивой», «Новый год отменяется», «Участок», «Интерны», «Осторожно дети», «Черный мяч», «Сто дней до приказа» и по многим другим. Актеру было 54 года. Причиной его смерти стало обострение пневмонии. Прах Александра Числова захоронен на Николо-Архангельском кладбище. 30 июля 2018 года этот мир покинул российский актер театра и кино Сергей Шиховцов. Его можно увидеть в сериалах «Марш турецкого», «Дальнобойщики», «Солдаты», «Атаман», «Агония страха», «Национальное достояние», а также в мелодраме «Прощенное воскресенье». Всего Сергей Шиховцов сыграл более старолей в кино и сериалах, а также играл на сцене театра «Современник». Актеру было 56 лет. У Сергея Шиховцова остановилось сердце во время прогулки с собакой. Актер нашел свой последний приют на родине в кубанской станице «Спокойное». Субтитры создавал DimaTorzok